Привет! Сразу появился новый тренд, который начал на фестивале Руслана Белой. Это выступление по бумажке. Ну, я чуть помладше Белого, но ненамного. Вот Усовича 23, а мне 32. Можно поаплодировать. Значит, я такой интересный стендам-комик. Я ни разу не выступала ни на одном открытом микрофоне вообще в стране России. Но при этом у меня есть эфир на ТНТ. Можно тоже поаплодировать. И вот смотрите, ну вот это вот как бы олдскул, да? То есть все-таки по-белому я еще не могу пока. Будем продолжать по-белому. И вы знаете, у меня есть сын, ему 8 лет, и он видеоблогер. Его пока не знают в интернете. Ну, просто он еще не снял свой видеообзор про Шурыгину. Но, знаете, я так как мать с ним это все обсудила, эту ситуацию, эту проблему. Подошла к нему и так строго-строго сказала. Сынок, слышишь, никогда, ни при каких обстоятельствах не показывай свою письку первоклассницам. Даже если она сказала на донышке. На фестивале, на фестивале вот это вообще, то есть пришлось исключать, потому что заебало эту тему. Да, значит, и еще мой сын начинающий футболист. И еще мой сын начинающий футболист. И я не понимаю, почему его хвалит тренер. Ведь он наполовину русский, наполовину норвежец. Согласитесь, как бы не самая футбольная генетика, да? И, в принципе, я всегда хотела жить с футболистом. Походу, сейчас мечта сбывается. И благодаря моему сыну в мою жизнь зачем-то вошли такие слова, как типа, ну, не нужные мне абсолютно слова, как дриблинг, неймор, Серхио Рамос. А мне, как бы, всегда было достаточно бэкхема. Но я тоже не осталась в долгу. Я с рождения показывала своему сыну классные сиськи. Недавно зашла в этот нетолерансный магазин одежды. И вот начала перебирать стопку с джинсами. И вот, чтобы не убирать после меня, продавец мне сказал, здесь только маленькие размеры. Вот знаете, вот ему еще осталось только добавить, магазин большая жопа за углом. Недавно меня пытались склеить в церкви, да, это чистая правда. Вот вам не кажется, что вот не за этим люди в церкви приходят, да? То есть люди приходят в церковь, от этого избавятся, да? Мне кажется, что заниматься пикапом в церкви, это вот то же самое, что говорить всем, что постишься, да? Но при этом продолжать покупать колбасу по акции. Ну и про Норвегию хочу вам рассказать, да? Открою вам тайну. Норвежские викинги носят термоделье. И вот за все эти 10 лет, что я живу в Норвегии, я слово викинг слышала только один раз, когда ко мне подкатил пьяный парень в паре и сказал, привет, малышка, поехали к тебе, я покажу тебе, что такое настоящий викинг. Викинг, серьезно? Ты хочешь изнасиловать меня и потом сжечь мой дом? Нет, ну я, конечно, еще с тобой могу первую часть обсудить, но как бы вторая точно не вариант, потому что у меня квартира не застрахована. И мне не так просто жить в Норвегии, как вы думаете, потому что меня не любят и боятся, да? И поэтому я хач, да, я хач. Вот, я уже тоже прихожу в бар и клею местных блондинчиков. И у меня уже как бы обувь все краснее и краснее с каждым днем. И вот сейчас даже думаю открыть бургерную. Так, что еще рассказать вам? Ну давайте с полком прям отойдем. Я вынесла в 90-е годы, да, сейчас тут прям, ну вы многие не знаете, да, что такое 90-е годы. Это как бы было такое время криминала, экономических проблем, в общем, ну просто жесть. И вот как бы, знаете, это я должна читать рэп, а не вы, понимаете, ребята? Это я должна читать рэп. И вот главной мечтой моего отца в 90-е годы было, чтобы мы с моей сестрой не стали проститутками, да? Но одна все-таки стала, наша мать. Она поменяла русское гражданство на американское. Причем в графе «Причина» она указала имя нашего отца. Больше всего на свете я люблю пикаперов и ковринщиков. За непоколебимую веру в победу. И вот я недавно развелась, да, это тоже можно поаплодировать, у меня началась прям вот новая жизнь. И как бы я себя чувствую, я себя чувствую очень хорошо, ведь я же как Ирина Шейк, да? Как Ирина Шейк, только 3D вариант, понимаете? Вот. И, ну, мужики, согласитесь, но все же хотят трахнуть Ирину Шейк, да? Да, это нормально. Но ведь реальный секс туда останется мне, правда? И я очень инстальгирую по России, да, очень инстальгирую по России. Я смотрю русское порно. Русское порно — это такое порно. Русское порно — это такое порно, где главное действующее лицо — это русский мат. И вот там он как бы всех отвлекает, и те, кто снимается, и те, кто снимает. В общем, и, знаете, в интерьерах, где не ступала нога школа ремонта. И вот у меня только одна просьба к создателям этого замечательного жанра русское порно. Пожалуйста, уберите тощих парней. У меня все. Спасибо.